Здравствуйте! В эфире парламентский вестник, программа о деятельности депутата Волгоградской областной думы. Предлагаем вашему вниманию обзор событий за минувшую неделю. На прошлой неделе, благодаря устоявшейся теплой погоде, коллективы волгоградских предприятий и организаций вышли на традиционную весеннюю уборку закрепленных за ними городских территорий. В минувший четверг так называемый санитарный час провели также депутаты и работники аппарата Волгоградской областной думы. Задачей трудового десанта численностью около 200 человек стала очистка от мусора одного из участков поймы реки Царица в центральном районе. Здесь, как это часто бывает, кроме прошлогодней листвы скопились залежи бытовых отходов, выброшенных нерадивыми горожанами. Думаю, каждый житель должен принять участие. А то мы только брюзжим и ходим, и говорим, какой у нас город грязный, как будто инопланетяне прилетели, или зеленые человечки какие-нибудь, и не человечки, а как их. И все вот это нам понаделали. Поэтому каждый житель должен в меру своих возможностей принимать участие. Не надеяться на одного бедного дворника в возрасте 70 лет или 80 лет, а, наверное, выйти один раз, всем навести порядок, будет прекрасно. На собственном примере депутаты и работники Думы показали горожанам, как можно достаточно быстро, не дожидаясь каких-то специальных служб, привести свою территорию в порядок. Уже буквально через час левобережный Царицынский склон радовал глаз чистотой. Даже немного поработав, посмотрите, склон сразу зазеленел. То он был в листве, старый, после снега, после всего вот этого с мусором. А сейчас, даже немного поработав, он уже чистенький, аккуратный стал. В городе проживает миллион. И, извините, если каждый уберет хоть чуточку, то это будет очень здорово и очень быстро наш город можно очистить от зимнего мусора. К слову, во время санитарного часа депутаты и работники аппарата областной думы провели уборку на территории от Астраханского моста до насосной станции, собрав при этом более 500 мешков мусора. Тема благоустройства Волгограда и других населенных пунктов области в плане озеленения улиц, парков и скверов поднималась в минувшую среду на пресс-конференции с участием экологов, представителей городских властей, творческих общественных объединений и депутатов областной думы. Одним из наиболее интересных проектов по озеленению Волгограда является высадка кустов сирени, выведенных селекционерами специально к таким памятным датам, как 70-летие Сталинградской битвы и 70-летний юбилей Великой Победы, который страна будет отмечать в 2015 году. Идея проекта появилась благодаря поэме поэтессы Елизаветы Иванниковой «Сталинградская сирень», где описывается тот факт, что послевоенный город, даже несмотря на разруху, утопал в зелени и цветах. Так заботились тогда жители о своих родных местах. Кроме того, цветущая в мае сирень уже давно стала символизировать собой память о погибших во время Великой Отечественной войны. Память, которая заложена здесь, в том числе и в земле, вот эта память должна выстрелить цветами, деревьями и, самое главное, нашим добрым отношением друг к другу. В проекте «Сирень Победы» согласились участвовать ботанические сады Украины и Белоруссии, которые предоставят для проведения патриотической акции свой селекционный материал. Ожидается, что из более 20 уникальных видов сирени будут высажены целые аллеи в памятных местах городов-героев, в том числе и в Волгограде. Память о тех людях, которых сегодня с нами нет, которые положили свои жизни, это ведь патриотика, которые сейчас у нас, к сожалению, в школах, в образовательных учреждениях города, страны, причем здесь город, страны уделяется не очень много внимания. Кстати, в проекте будут использованы те сорта сирени, названия которых так или иначе связаны с Великой Отечественной войной. Маршал Жуков, маршал Василевский, Валентина Грязодубова, капитан Гастелло – лишь некоторые из них. На пресс-конференции журналистам был показан посаженный в феврале в региональном ботаническом саду сорт «Защитникам Бреста». Его размножение, как и других видов сирени, начнется после адаптации к Волгоградской земле. И только в 2015 году мы получим 7 тысяч кустов, которые будут высажены во всех городах-героев. Естественно, у нас на Сталинградской земле таких кустов должно быть высажено гораздо больше. Потому что вот сейчас мы общались с коллегами и не только Волгограда, но и районов. И буквально у нас в каждом районе есть какие-то памятные места, так или иначе связанные с войной. По словам директора ботанического сада, задача его сотрудника – вырастить как можно больше кустов сирени. А их своевременная высадка уже зависит от местных властей, общественных и молодежных организаций, а также рядовых граждан, неравнодушных к своему городу. Впрочем, их активность требуется и сейчас, когда в ходе объявленной и уже начавшейся акции «Сталинградская весна» должны быть высажены сотни деревьев и кустарников, которые станут основой создающихся сегодня новых парков. И при этом, как считает вице-спикер областной думы Владимир Овчинцев, чтобы сохранить зеленые насаждения, нужно постараться не допустить старых ошибок. Когда после высадки саженцев оказывалось, что система полива не продумана, и это приводило к гибели деревьев. Можно привести массу примеров. То есть парки сдавались, потом они не ухаживались, забывались, и проблемы этих парков не поливались, и они погибают. Поэтому прежде чем мы призываем к посадке новых парков, давайте поглядим на те парки, существующие, которые брошенные, полузабытые. Поэтому мы обращаемся ко всем жителям Волгоградской области, ко всем общественным организациям, объединениям, ко всем предпринимателям, малым, среднего бизнеса. Это такой святой долг сегодня. На самом деле, сохранить зеленый город. Стоит отметить, что по информации, прозвучавшей на пресс-конференции, на озеленение Волгограда в этом году из городского бюджета будет выделено 13 миллионов рублей. Из них полтора миллиона на восстановление парка имени Гагарина в Краснооктябрьском районе. Так уж сложилось, что в региональной общественной приемной Путина большинство депутатов областной думы регулярно раз в месяц проводят встречи с гражданами, помогая им решать различные вопросы, будь то это проблемы с начислением пенсии, с оформлением земельных участков, с трудоустройством и так далее. При этом, как отметил Леонид Титов, который в минувший четверг в очередной раз дежурил в приемной, практически половина всех обращений касается получения лишь юридических консультаций, что говорит не только о правовой неграмотности населения, но и о возникающих сложностях при отстаивании своих законных интересов. По мнению народного избранника, такая ситуация – повод для появления в стране действенного механизма по оказанию юридической помощи в целях защиты прав граждан. Привлечение юридических услуг требует финансовых средств. Они есть не у всех. Нет знаний юридических, да нет еще и средств. Как человек тогда должен оставить свое право в суде? Все, что мы, с чем приходится сталкиваться, и с чем работают наши юристы потом, в любом случае мы решаем эти проблемы людей, но это решение на таком, знаете, как ручное управление. А должна работать система, государственная система, мер, которая бы позволяла на местах, не едя в город Волгоград и не приходя в приемный Путин, а на месте, получить любую юридическую консультацию. Кстати, на это нацелен действующий в нашей области закон о гарантиях юридической помощи. В начале месяца в него были внесены изменения, уточняющие перечень категорий граждан и порядок, позволяющий им бесплатно обращаться к юристам. Наряду с этим также делается все для того, чтобы расширить возможности населения для получения правовой консультации. Мы пытаемся вовлечь в это дело адвокатов. Все адвокаты имеют возможность оказывать малоимущим гражданам на территории Волгоградской области юридическую помощь бесплатно. У нас работает юридическое бюро, государственное юридическое бюро. В восьми регионах страны такое бюро существует. Оно тоже оказывает помощь. Мы знаем, что к этой работе привлекаются молодые юристы из числа студентов юридических вузов, которые бесплатно оказывают консультативные услуги. То есть вот эта большая проблема, ее необходимо решать, конечно, в системе государственных приоритетов. Как считает Леонид Титов, для более успешной реализации в регионе закона о гарантиях юридической помощи нужно в разы увеличить его финансирование из казны и при рассмотрении поправок в бюджет поднять сумму с одного до семи миллионов рублей. Большая часть этих средств будет направлена на организацию деятельности регионального юридического бюро, которое со следующего года вплотную будет заниматься вопросами оказания правовых консультаций малоимущим гражданам. На прошлой неделе депутат областной думы Владимир Асьмаков провел в Волжском встречу с представителями городского общества инвалидов. В ходе беседы были определены наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы для людей с ограниченными физическими возможностями, в решении которых народный избранник пообещал оказывать активные содействия. Конечно, проблемы инвалидов в жизни и так хватает. Но, как заметили участники разговора, удручает, что на улице в общественных местах по-прежнему наблюдается безразличие к людям с ограниченными физическими возможностями. К примеру, даже невыполнение водителем общественного транспорта обязанностей по объявлению остановок создает дополнительные трудности для слабовидящих людей. Зимой окна заморожены, не то что пассажиры, даже кондуктор не знает, какая остановка. Если зрячий вышел, сориентировался, что это не та остановка, зашел назад в автобус. А у наших, ему по бордюру 10 шагов вперед, 7 направо, он пока поймет, что он не там вышел, уже кончается плачево. Кроме того, нередко инвалиды по зрению получают травмы при входе в какое-либо учреждение, так как не могут различать ступеньки. Особенно тяжко это сделать в темное время суток. Согласно федеральному законодательству, руководители различных предприятий должны отмечать желтой полосой ступеньки и пандусы, но почему-то этого не делают. Слушая эти замечания, депутат областной думы Владимир Осимаков пообещал убедить транспортников следить за объявлением остановок, а также выразил надежду, что в ближайшее время удастся организовать работу по приведению в соответствии с нормативами ступеньки хотя бы в муниципальных учреждениях. Тем более, что коллеги из городской думы намерены оказать помощь в решении этого вопроса. С управлением здравоохранения и с управлением образования и в принципе мы готовы сформировать стройотряд на лето и эту работу провести более обширно на масштабах всего города. Для Владимира Осимакова не стало неожиданностью и поднятой инвалидами проблема трудоустройства. Крайне неохотно руководители предприятий берут на работу людей с ограниченными физическими возможностями. Тем не менее, считая депутаты, эту ситуацию можно менять административными методами. Можно вспомнить ту ситуацию, которая была несколько лет назад, когда работодатели платили зарплату в основном в конвертах, а люди получали лишь маленькую часть официальной зарплаты. И в то время вопрос решался следующим образом. Создавались административные комиссии, в которые входили и прокурор, и начальники УВД, и также работники налоговой службы. Приглашались руководители коммерческих организаций. И уже в личной беседе коммерческим руководителям предлагалось все-таки поднять на должный уровень минимальную заработную плату. Это решение, создание этих административных комиссий, я считаю, привело к результату. И поэтому, я думаю, на сегодняшний день можно идти тем же путем. Это создание комиссии, на которую мы могли бы приглашать руководителей для того, чтобы предлагать им, конечно, не обязывать, но предлагать помощь в трудоустройстве инвалидов. В ходе встречи представители городского общества инвалидов поблагодарили депутата за помощь в установке в позапрошлом году звукового сигнала на светофорах в наиболее оживленных местах Волжского и попросили продолжить эту работу. По словам Владимира Осьмаков, в ближайшее время, согласно областному закону о наказах избирателей, будут выделены средства на приобретение звукового оборудования еще для нескольких светофорных объектов. Для этого уже заказана проектно-сметная документация. На этом наша программа подошла к концу. Мы благодарим всех за внимание. О новых событиях, связанных с деятельностью депутата Волгоградской областной думы, мы расскажем в следующем выпуске парламентского овесника. Увидимся с вами через неделю. Всего доброго.